Помогите мне уложить пациента на бок. Этого молодого человека студенты Карачаево-Черкесского медицинского колледжа прозвали Ласкова Федей. Прежде чем допустить юных медиков к пациентам, все манипуляции они отрабатывают на вот таких вот тренажерах-манекенах. Некоторые из них – это не просто куклы, напоминающие человека по своему строению. Внутри они снабжены электроникой, благодаря которой происходит имитация реакции живого организма. У нас есть современные муляжи, которые работают с датчиками, то есть через электронный провод подключаются данные муляжи. У нас тут студенты отрабатывают практические навыки на вот этих муляжах, то есть они очень удобные для работы. Все студенты после теоретических занятий, у них есть возможность закрепить знания, то есть навыки практические. И данный кабинет у нас функционирует с 8 утра до 5 часов вечера. Все студенты могут подойти на любую консультацию, если, допустим, на занятии к какому-либо студенту было что-то непонятно. Они могут в любое время прийти, отработать практические навыки. То есть мы всем студентам идем навстречу, лишь бы было бы желание поработать. Во время практических занятий происходит подробный анализ ситуации. Студенты могут понять, где они ошиблись и повторить процедуру заново. Федя и его товарищи стерпят все, чего не скажешь о реальных пациентах. Поэтому на занятиях все процедуры отрабатываются до автоматизма. Я брала мазок из зева. Он необходим для бактериологических исследований, для выявления различных заболеваний, инфекционных. Это проводится с целью профилактики внутриполитической инфекции, то есть при поступлении пациента в стационар. Это входит в обязательные профилактические манипуляции. Но с муляжом, наверное, работать не страшно. Нет. А с больными как-то думаешь? Ну, не знаю. Мне кажется, мы уже привыкли. Наши преподаватели нам все доходчиво объясняют. И они помогают нам. Мы морально уже подготовились к практике. Подобным оборудованием оснащены несколько классов учебного корпуса медицинского колледжа. Здесь занимаются не только будущие медицинские сестры и братья, но и фармацевты, фельдшеры, акушерки. Это своего рода мини-больница, поликлиника, скорая помощь и аптека. Вот муляжи, они через компьютер подключаются. На сегодняшний день для обучения студентов, для подготовки на том уровне, который необходим, на сегодняшний день все для этого у нас есть. Получили это оборудование, я так понимаю, по федеральному? Мы получили по гранту. Да, мы выиграли грант. Это был российский грант. По гранту и оборудованию было, то оборудование, которое мы заказали, нам на сегодняшний день было поставлено. В наши дни, чтобы стать медицинской сестрой, нужно учиться несколько лет. Но было время, когда люди этой благородной профессии все познавали сразу на практике. В далеком 1853 году, во времена Крымской войны, англичанка Флоренс Найтингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступили все желающие – крестьянки, аристократки, монахини. Женщины в белых халатах вынесли с полей боев тысячи раненых солдат, ухаживали за ними в госпиталях и помогали врачам на операциях. При этом ни у кого из них не было медицинского образования. В те времена считалось, что женщины от природы умели помогать нуждающимся. Так и появилась новая профессия. 12 мая ученицы колледжа вновь окунулись в историю и слушали на пустые опытных наставников, которые в этой профессии уже не один десяток лет. По вашей жизни хорошо будет, если вы сумеете работать по принципу «отнесись к больному так, как бы ты хотел, чтобы отнеслись к тебе во время каких-то бед или во время подобных ситуаций». Сегодня бросаться под пули ради спасения чьей-то жизни медицинским сестрам не приходится. Но, как и раньше, требуется терпение, мужество, милосердие и, можно сказать, самопожертвование. На плечах медицинского персонала огромный фронт работ. Опыт пандемии коронавируса доказал, что профессия медицинской сестры не менее важна, чем профессия врача. В день профессионального праздника прозвучали слова благодарности людям в белых халатах. Самый прекрасный на свете наряд. Белая шапочка, белый халат. Держат медсестры и держат врачи. Самые ценные в мире ключи. Это ключи от здоровья людей. Разве отыщешь работу важней? Фатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.